Всем привет, друзья! Меня зовут Твикли и добро пожаловать в такую игрушку как Planet Crafter Prologue. И как говорит описание этой игры, здесь мы будем с вами выживать на различных планетах. Это крафт-игра с космическим выживанием и терраформированием открытого мира. Мы будем преобразовать экосистему враждебной планеты, чтобы сделать её пригодной и для жизни человечества. Нам нужно выживать, собирать ресурсы, строить базы и так далее. Ну, пока что по описанию звучит реально очень интересно. И, друзья, конечно же, перед началом моего видосика попрошу вас влепить свой лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Всем, конечно же, приятного аппетита, кто кушает. Всем приятного просмотра. Ну, а мы с вами начинаем. Поехали! И так, друзья, вот, собственно, я создал наш мир. И просто посмотрите, какая же тут у нас красота. Эта планета напоминает мне какой-то Марс и, судя по всему, это мой шаттл. А шаттл очень похож на одну игрушку, а именно Астронир. В ней был реально очень похожий не шаттл, а капсулу, скорее, да? Так, и давайте мы её рассмотрим, пожалуй, поподробнее. Значит, у нас тут есть сундучок. И давайте мы его откроем. У нас тут есть Сид Лирма. Я так понимаю, это нам нужно что-то посадить. Также у нас тут есть кислородная капсула, полностью наполнена кислородной баллоны. А также космическая еда. Нифига себе, слушайте, офигительно. Также тут есть вот такая штука, а именно ремесло. И здесь мы, походу, можем что-то создавать, да? Также мы можем прочитать сообщение. Так, добро пожаловать на назначенную вам планету. Ваша миссия — продвигать процесс реформирования этого мира. Для этого создавайте О2, тепло и давление. Сначала наберите 150 тысяч TI и создайте синюю атмосферу. Так, хорошо, так, конечно, всё очень круто. И у нас тут есть, смотрите, какие-то материалы, походу, это у нас... А, это кобальт. Ничего себе, можно как-то... А, вот так вот мне собирать, смотрите, то есть я своей этой штукой могу собирать ресурсы. И, друзья, у нас, кстати, в менюшке наши есть все элементы управления. А именно, как двигаться, это, думаю, понятно всем. Также инвентарь, шифт, это, скорее всего, бегать. Или же, подождите, шифт, или, допустим, да, на шифта бегать. Кью — это строить. Потом строительство шахта выбрать. Проверить инструкцию, это у нас получается колёсико мышки. И переключить световой щит. Или что, подождите, световой чип. А, не щит, а чип. Так, нажмите F9, чтобы добавить в список что-то там. Короче, давайте, наверное, пока что просто побегаю. Это у нас лёд. Давайте мы его тоже добудем. А где мне смотреть? А, вот мой инвентарь получается, да? У нас есть кобальт и лёд. Нифига себе. Также у нас есть наш кислород, кстати. Он у меня заканчивается. И нужно, наверное, взять с собой как бы по-хорошему космическую еду. Ой, не космическую еду, кислородную капсулу. Давайте мы, наверное, её возьмём с собой. Потому что, когда я выхожу наружу, то у меня кислород достаточно быстро начинает заканчиваться. Вы просто посмотрите, как же он быстро у нас, друзья, заканчивается. И, подождите, я, может, как-то её должен использовать. А, вот, я её заюзал. Подождите, я, я думал на себя нацепить. Но я её заюзал, и чё теперь? Так, у нас сейчас слева сверху есть наши первые шаги. Нам, получается, нужно создать рюкзак, оборудовать рюкзак. Также кислородный баллон нужно сделать. Кислородный баллон ещё один какой-то. И микрочип строительства. Пока, ребята, ничего есть, честно, непонятно. Но очень интересно. Так, а ну-ка, что у нас здесь? Микрочип, ага, вот. Также у нас есть деконструкция, факел строительства. Так, бутылка с водой. Мы можем сделать её с помощью льда. А также, вот, кислородная капсула с помощью кобальта. Так, допустим, я делаю. И что теперь у меня? Вот, появилась одна кислородная капсула. Смотрите, я ещё могу сделать? Допустим, делаю ещё. А, мне нужно два кобальта. Всё, я понял, я понял. Так, давайте, значит, бегаем, набираем кобальты. И вот наш титан. Ну-ка, давайте я его добуду. И у меня теперь есть титан. Офигительно. Так, давайте посмотрим, что мы ещё можем сделать. Так, нам нужно, собственно, сделать рюкзак. Рюкзак, вот. Нам нужно найти, значит, железо. Ага, ну погнали. Значит, найдём наше железо. А вот, судя по всему, и железо, да? А, нет, это лёд. Ну ладно. Это у нас тоже лёд. А мне нужно железо. Магний. Давайте магний тоже добудем. Так, кремний тоже пусть будет. Это у нас снова титан. И нужно реально обязательно следить за нашим количеством кислорода. Ну, игрушка по визуальной части выглядит очень круто. Мне прям нравится такое оформление. Это реально офигительно. Так, я не могу найти что-то железо. А вот железо. Вот только сказал, что не могу найти. Сразу же нашёл. И нужно сейчас быстренько нам восстановить наше собственное значение кислорода. Хорошо. Хотя, наверное, нужно подождать, пока у нас до конца исчерпается он. Ну ладно. Ещё давайте возьмём железо и погнали создаём наш рюкзак. У нас, получается, теперь есть два куска железа. Да, офигительные. Смотрите, мы не можем, кстати, стакать наши пленки. То есть, они у нас добываются по отдельности. Ого, ничего себе. Окей, хорошо, хорошо. То есть, мы когда добываем, у нас типа сразу же в одном вот этом кусочке, там дофигища кусочек, насколько понял. Да, железо было прям тут рядом, а я побежал куда-то туда. Ну ладно, ладно. Так, забегаем и давайте, наверное, создадим наш рюкзак. Вот, я его создаю. И благодарю рюкзаку у меня теперь появляется больше места. Да, вот я его заюзал, получается. Теперь у меня дофигища места для хранения. Слушайте, офигительно. Так, что нам нужно дальше делать? Нам нужно сделать кислородный баллон. Подождите, я же уже сделал. Кислородный баллон. А, оборудовать кислородный баллон. Точнее, не понял. Давайте, допустим, ремесло. А вот, кислородный баллон. Значит, нам нужно ещё железо и кобальт. Ага, ну погнали. Слушайте, это прям легко сейчас сделаем. Слушайте, игрушка мне реально пока что безумно прям нравится. Я надеюсь, что в будущем из неё выйдет что-то годное. Потому что это пока что просто пролог. И надеюсь, что мы сегодня с вами выполним все наши цели, которые у нас тут есть слева сверху. Так, бежим обратно. И давайте создаём наш, собственно, кислородный баллон. Отлично. И всё, друзья. Теперь можем его, получается, так взять. И у нас теперь 145 ячей кислорода. Нифига себе. Так, что нам дальше? Нужно создать микрочип строительства. Нам для этого нужно кремний и магний добыть. Ну погнали. Давай сходим, наверное, налево. Значит, у нас тут ещё железо есть. Давайте возьмём. Оно как бы лишнее бывает. Вот, кстати, у нас ещё магний есть. Хорошо. Лёд. И нужно теперь найти нам кремний. Так, ещё железо. Железо это очень реально хорошо. Так, магний, железо, железо. Реально, что здесь прям дофигища железа? На той стороне его мало, кстати, было. Так, и что-то кремний я пока что не вижу. И нужно следить ещё за нашим показателем кислорода. Титан у нас ещё тут есть. Он наверняка нам тоже понадобится. Давайте его возьмём. Кстати, я вижу кремний здесь. Хорошо, кремний забираем. И ещё титан. Что там у нас по инвенторию? У нас уже почти всё заполнено, ребята. Капец, здесь быстро всё заполнено. Давайте ещё возьмём кобальт. На всякий случай. И это, по-моему, у нас магний. Нам нужно ещё кремний найти. Так, кремний, кремний. Это кремний. По-любому кремний. Это железо. Ну ладно, хорошо. Попить воды. Да, у меня, внимание, низкий уровень кислорода. Мне нужно попить воды. И ещё нужно поесть, наверное. Хотя, не знаю. Так, вот, да, бутылка с воды. Давайте мы её тоже, наверное, создадим. И сейчас, собственно, попьём водички. Так, вот так вот юзаем. И заюзал. Отлично, всё, водички попили. Давайте мы, наверное, ещё... А, я не могу, типа, создать, да, себе ещё капсулу кислорода. Потому что у меня только один кобальт. Ну ладно. Но планетка реально у нас прям годная. Такая вся красная, оранжевая. Реально, кстати, это Марс какой-то, походу. Хотя, возле Марса нет столько планеты спутников. Поэтому, скорее, всё-таки, ребятки, это не Марс. Так, ну что, создаём наш, собственно, чип. Подождите, а мне магний. А я не то добыл. Смотрите, мне магний нужен всё-таки. А я кремний добыл. Чё за... Чё? Я немножко сейчас запутался. Так, мне нужен ещё магний. Вот он здесь. Я чё-то за кремнием пошёл. У меня-то кремний уже был, оказывается. Так, давай создаём наш чип строительства. Всё отлично. И теперь нам нужно его оборудовать. И вот наш чип. Можешь строить конструкт, нажимая соответствующую клавишу. Давайте, на всякий случай, выйду на улицу. И сделаю его, собственно, вот так. А всё оборудовываю хорошо. И теперь нужно нам, получается, сделать жилой отсек. Так, вот, жилой отсек. Нам, собственно, нужно железо, титан и ещё железо. Но, в принципе, я могу его прямо вот сюда куда-то поставить. Давайте мы влепим где-то рядом с базой. И точно не с этой стороны, потому что у нас везде камня. Я предлагаю, наверное... А вот пусть у нас он стоит прямиком вот здесь. Вот, подожди, подожди. Как он так здесь стоял, так красиво. Вот так вот, да? Пусть примерно вот тут, наверное, и стоит. И всё у нас, получается, есть жилой отсек. И что мы с ним можем делать? Я не знаю, что мы с ним можем делать. А, нужно ещё дверь создать. Я понял, что нам нужно для двери. Давайте посмотрим. Нам нужно ещё железо найти. О, кстати, там железо дофигища. Поэтому, как раз таки, давайте мы сейчас за ним и сбегаем. Ну, что могу, ребятки, ещё об этой игрушке сказать? Она мне пока что реально прям безумно нравится. Так, и мы можем сделать нашу же дверь. Хорошо. И давайте, вход у нас будет, наверное, вот здесь, лицевой часть. Чтоб, типа, да, туда-сюда бегать. И всё, друзья, у нас получает теперь наш есть жилой уголок, да? Так, нам нужно ещё сделать сверло. Для этого нужно найти ещё одно железо. Ну, погнали. Как раз таки слева, как я уже говорил, его здесь просто дофигища. Мне интересно, а мы сегодня куда-то будем бегать? Допустим, вон туда, куда-то там, не знаю, на какую-то экспедицию сегодня сходим или нет? Так, по-моему, вот это железо. Кстати, давайте мы посмотрим. Это 100% железо, хорошо. И можно теперь сделать наше сверло. Так, и давайте мы его, наверное, влепим прямо вот сюда. Вот здесь прям будет идеальное для него место. Давайте его поставим вот здесь вот. И оно у нас, получается, должно добывать ресурсы, я так понял. А как его включить там? Или оно само как-то включается? Пока что, я не понял. Так, ещё нам нужна ветряная трубина для работы, скорее всего, вот этой вот фигни. Поэтому давайте сейчас поищем ещё железо. Оно прям здесь у нас хорошо. И делаем нашу ветряную трубину. Так, и, наверное, нужно поставить рядом где-то здесь. Я не знаю. Да, и получается, теперь с помощью ветряной трубины у нас работает вот эта вот штука. Так, и нужно сейчас кислород как бы забрать. Давайте мы зайдём сюда вот. И кислород мы свой пополняем. Отлично. Так, ну что, мы все свои задачи выполнили. И что нам дальше-то делать? Я не понял. Типа, я задачи выполнил. Мы ещё можем, кстати, тут мебель посоздавать, всякие прикольные штуковины. Но пока что это всё. Типа, тут совсем их мало. Но вроде бы мы с вами всё прошли, друзья. У нас наступает ночь. Нифига себе. У нас наступает ночь. Так, а как нам спать? А как поспать реально? Может, у нас какая-то кровать? Да, у нас есть кровать. Нам нужна ткань и железо. А где нам ткань достать? Как нам ткань-то сделать, а? Может, на рабочем столе? Или подождите, на верстаке на нашем вон том вот условном, да? Ремесло. Так, рюкзак. Факел. Деконструкция. И строительство. А ткань я не знаю, как сделать мне. Так, у нас тут ещё, кстати, в сундуке-то есть космическая еда. Давайте, может быть, мы захаваем. О, вот я захавал уже. Я захавал сразу две почему-то. Видимо, нам столько нужно было. А нет, подождите, у меня внутри она лежит. Хорошо. Так, это, конечно, всё круто. Но как мне теперь переждать-то ночь, а? Ткань-то я не знаю, как сделать. Подождите, реально, как же у меня ткань-то сделать? Тут нигде не сказано, как её делать, поэтому пока что, походу, мы, ребятки, остаёмся без нашей ткани и, соответственно, без кровати. Наверное, друзья, нам нужно посадить растение, чтобы, собственно, добывать оттуда ткань. Я не знаю. Так, ну давайте мы, допустим, я могу его как-то вот так вот. А, я его выкинул. Так, и, а как мне его использовать? Как мне его, как мне его заюзать-то, а? Я его никак не могу ни в костюм, никуда, только выкинуть могу, да? Ну ладно. У нас, кстати, тут есть забавная штука, именно экран чертежей. Здесь есть описание, то, что этот экран отображает информацию о новых чертежах и о том, как их разблокировать. То есть мне, друзья, как бы, по логике нужно создать этот экран. Подождите, или он у нас уже есть? А он, кстати, у желудка наступила, так что я могу не переживать. Или у нас вот это экран чертежи? Пока что я не понимаю. Но я знаю, чем мы займёмся. Сейчас я понадобываю себе ещё кобальта. И мы, друзья, с вами сходим вон туда. Хочу посмотреть, что это у нас за фигня такая стоит. Так, забегаем и делаем наши, получается, бутылки слоя. Только давайте мне что-то сейчас выложим. Наверное, давайте положим железо. Оно, в принципе, нам пока что не особо-то и нужно. И еду возьмём, конечно же, с собой. Так, ну давайте сделаем кислородную капсулу. Вот так вот, хопа, одну делаем, вторую делаем. И сколько нам вообще там хватит? А, ну ещё, в принципе, на одну хватит. И у нас теперь целых три кислородных капсулы. Я думаю, то, что как раз-таки нам этого точно хватит. Давайте сейчас на четвёртую ещё добудем, так сказать, на всякий случай. Всё, добываем финальный кобальт. И погнали сделаем четвёртую капсулу. Так, я сделаю себе капсулу и ещё сделаю себе бутылочку с водой, потому что у нас как бы, ну, жажда тоже появляется. Ну и всё, друзья, отправляемся. Значит, вон туда вот, наш конечный путь. И мне реально будет очень интересно посмотреть, что же там у нас всё-таки находится. Похоже на какую-то гигантскую базу. Или же на какой-то космический корабль, который разбился. Пока что реально непонятно, что это. А у нас... Подождите, у нас какая-то здесь метель начинается. Точнее, не метель, а песчаная буря. Так, а здесь у нас что? Ой-ёй-ёй, дофигища всего. И семена кабачка, нифига себе. Но, наверное, мы потом это заберём. Как бы мне сейчас особо это не нужно. Я только еду, наверное, возьму с собой. Ну и потом мы что за этим заглянем. У нас начался метеоритный дождь. Чего? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ё-моё. Это, конечно, я удачно выбрал, друзья, время для прогулки. Это реально жесть. Но мне это как бы не помешает добраться до моего местоназначения. Ё-моё, главное, чтобы у меня метеорит не попал-то, а? Жесть просто, что здесь происходит? Бежим, 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 бежим. Так, я уже достаточно близко. И нам нужно скорее заюзать нашу кислородную капсулу. Так, ладно, давайте водичку тоже, наверное, заюзаем. Всё, друзья, у нас теперь всё по максимуму. И давайте скорее бежим. Главное, чтобы у нас реально метеорит не попал. Жесть! А он же реально мне может прям по башке, да пусть вот этот, влететь. Жесть, ребята! Скорее бежим, 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 бежим. В общем, интерес, так и должно быть, или я активировал какой-то скрипт, я не понимаю пока что. Но, тем не менее, мы же с вами добрались до нашей базы. И давайте мы будем сейчас укратненько здесь всё по очереди смотреть. Хотя, я думаю, укратненько не получится, так как нас тупо летят реально дофигища метеоритов. Это у нас просто какая-то часть нашего корабля, или же спутника какого-то, походу. Ну, а это наша гигантская база. Нифига себе! Ну, по-любому, что с ней произошло, потому что она как-то не очень-то уж и важно выглядит. И у нас тут внутри, смотрите, что-то-то есть. Давайте посмотрим. У нас тут, значит, фигасит целый космический корабль. Так, у меня снова маленький кислород. Давайте скорее заюзаем кислород. Хорошо, и я ничего не вижу, к сожалению. Реально, ничего не видно. Блин, а как фонарик это включить, а? Вы, друзья, сейчас тоже наверняка нифига не видите. И у нас, короче, можно разбить что-то. Так, а тут у нас ткань. Ой, а ткань наконец-то нашло, отлично, для кроватки как раз-таки. Так, и тут у нас больше ничего-то особо такого и нет. Давайте сюда скорее выходить, потому что вы ничего не видите, как бы. Мне важно, чтобы как вы игру смотрели. Поэтому мы отсюда сейчас свалим. Так, давайте еще немножко побегаем, посмотрим, может, что-то интересное-то и найдем. Но пока что-то, ребята, ничего такого прямо здесь сверхъестественного нет. И сюда я даже забежать не могу, я вас понял. Ну что могу, ребят, сказать, какие итоги по этой игрушке? У игрушки прям гигантский потенциал. То есть она реально может прирастить во что-то большее. И мне пока что все очень, прям уж безумно нравится. То есть оценка для меня пока что 10 из 10. Так, ну что, как и срок, заюзать, как бы. Я надеюсь, что в будущем выйдет, конечно же, полная версия. Так как я повторяюсь, это всего лишь пролог. И вы, походу, друзья, здесь посмотрели все, что могло быть. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну что, друзья, на этом мы, пожалуй, наш сегодняшний видосик завершим. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был я, Твикли. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Это была игрушка Planet Crafter. Я не прощаюсь, а говорю вам. До новых встреч, друзья.